Муниципальный транспорт в Абакане оснащается системой ГЛОНАСС. Внедрением современных технологий занимается ЦИНТ Хакаси совместно с Комитетом по цифровизации. Деньги выделило республиканское правительство. В ближайшее время, мы очень надеемся, что это произойдет уже на следующей неделе, любой горожанин может открыть приложение Дубльгиз, чуть позже приложение Яндекс.Карты и посмотреть движение всех автобусов и троллейбусов муниципального заказа, отмечаю ключевое слово муниципального заказа, что позволит спланировать свое время, подойти к остановке буквально за 2-3 минуты до того, как поедет автобус. Это удобно, это комфортно, это так должно работать. Бой пользователь в городе Абакане скачивает на Рустор приложение ДВАГИС, то есть вбивает его туда, оно загружается, и там в специальной вкладочке он просто ставит у себя показать маршруты, и уже у пользователя прямо на телефоне будет видно, где именно его автобус в данную минуту находится, куда ему следует там подойти, и сколько по времени ему следует подождать. Он смотрит на телефоне, подъезжает, заходит в транспортное средство, и едет дальше спокойно. Также он может легко теперь распланировать свой маршрут, и прямо там маршрут прокладывается, в течение стольки-то минут подойдет ваше транспортное средство, и вы уже можете уехать туда, куда нужно. Изменения коснутся и расчета у горожан будет возможность оплатить проезд как наличными, так и по карте банковской или специальной транспортной, так называемой картой жителя Хакасии. Первыми на пластик перейдут льготники. Это позволит точно знать, сколько поездок совершила эта категория граждан. А значит, и сколько средств нужно перечислить на компенсацию разницы между стоимостью льготного и обычного билета. Это достаточно длительный процесс. Здесь нужно перестроить и работу перевозчиков, их тоже нужно подготовить, сами терминалы необходимо подготовить, программное обеспечение это все сделать, и после этого все зафункционирует. В части уже на некоторых автобусах, в том числе на троллейбусах, что немаловажно, уже работает безналичная оплата, и люди могут пользоваться. Планируется, что отслеживать на своих смартфонах необходимые маршруты абаканцы смогут уже со следующей недели. Специалисты ЦИНТа обещали дополнительно, детально показать, как все будет работать. Что касается оплаты за проезд, то примерно через полгода все горожане рассчитываться за проезд в общественном транспорте смогут пластиком. Терминалы установят во всех муниципальных автобусах и троллейбусах. Коммерческие маршруты тоже смогут перейти на безнал, но это уже по желанию. Надежда Савельева, Андрей Оралов, Новости.